Сергей Козлов. Лунная дорожка. Лунная дорожка. Дни стояли солнечные, лёгкие, а ночи звёздные, лунные. Вечером ёжик с медвежонком пригласили зайца погулять по лунной дорожке. — Не провалимся? — спросил заяц. — Луноходы! — сказал медвежонок и протянул зайцу две дощечки. — В таких можно и здесь, и по луне. Заяц поднял голову, поглядел на луну. Она была большая, круглая. Потом на ёжика с медвежонком. — А верёвки зачем? — Чтобы к лапам, — сказал ёжик. И заяц стал смотреть, как ёжик с медвежонком привязывают к лапам дощечки. Потом привязал сам. Сова сидела на обгорелой сосне и глядела на них круглыми глазами. — Видишь? — не слышно сказал заяц сове и подпрыгнул, чтобы попробовать, как у него получится в дощечках. — Вижу! — не слышно сказала сова. — Сейчас утонете. — Не должны! — не слышно сказал медвежонок. — Я рассчитал. — Он рассчитал! — уверенно, но тоже не слышно сказал ёжик. — Увидите! — сказала сова. Заяц не слышно заплакал и отвернулся. — Ну, пошли! — сказал ёжик. Шелестя дощечками, они подошли к реке. — Кто первый? — спросил ёжик. — Чур! — Я третий! — попросил заяц. Медвежонок сошёл к воде и захлюпал дощечками. Медвежонок шёл прямо к середине реки, не проваливаясь. И ёжик спрыгнул с берега, побежал следом и тоже не провалился. А заяц не знал, как ему быть, но всё же спрыгнул, тоже побежал и догнал ёжика с медвежонком. Они шли по лунной дорожке к середине реки. И заяц боялся смотреть на свои дощечки. Он чувствовал, что не может так быть, что ещё шаг, и он обязательно провалится. И поэтому заяц шёл, задрав голову, и глядел на луну. — Боишься? — спросил ёжик. — Боится! — сказал медвежонок. А заяц думал, что стоит ему сказать слово, и он обязательно провалится. И поэтому молчал. — Язык проглотил! — сказал медвежонок. — От страха! — сказал ёжик. — Да не бойся ты! — крикнул медвежонок и провалился по колено. Заяц вздрогнул и ещё выше задрал голову. — Не бойся! — сказал ёжик, подхватив медвежонка. Но заяц всё равно не верил, что такое может быть, и дошёл до другого берега, ни разу не взглянув вниз. Молча. — Пошли назад! — сказал медвежонок. — Нет! — сказал заяц и вылез на берег. — Чего ты боишься? — сказал ёжик. — Идём! — позвал медвежонок. Заяц помотал головой, а ёжик с медвежонком пошли на тот берег. — Вот они идут на тот берег, — подумал заяц. — И не проваливаются. Но ведь такого не может быть! Не может такого быть! — неслышно крикнул заяц. — Ну! — сказал медвежонок, когда они возвратились. — Прыгай! Лунная дорожка золотой рыбы лежала поперёк реки. Голова её упиралась в тот берег, а хвост шевелился у самых заячьих лап. — Не бойся! — сказал ёжик. — Прыгай! — крикнул медвежонок. Заяц смотрел на своих друзей и неслышно плакал. Он знал, что во второй раз ему уже ни за что не перейти реку. Шотландская баллада Долгим зимним вечером ёжик с медвежонком сидели у медвежонка. И медвежонок сказал, — Давай повеселимся! Давай будем веселиться и петь! — А что? — спросил ёжик. — Что хочешь? Ты пой, а я буду играть. Медвежонок достал из чула на балалайку. Сдул пыль и сел у печки, закинув лапу на лапу. — Струн нет! — сказал ёжик. — Подумаешь, со струнами кто хочешь сыграет, а ты попробуй без струн. И заиграл. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что это? Песня. Как же я буду петь, если ты ла-ла-ла-ла? — Я могу беззвучно, — сказал Медвежонок. — Я буду играть беззвучно, как оркестр, а ты пой. — Хорошо, — сказал ёжик и беззвучно запел. — Что ты делаешь? — спросил Медвежонок, когда ёжик спел первый куплет. — Пою. — А почему не слышно? — Я же беззвучно пою, — сказал ёжик. — Ты беззвучно играешь, а я беззвучно пою, а вместе мы веселимся. — Здорово! — крикнул Медвежонок. — Так ещё никто не веселился. И неслышно заиграл. А ёжик стал петь ещё беззвучнее. И тут пришёл Заяц. Он сперва постучал, но ему никто не ответил. Потом Заяц всунул уши в щёлочку, но ничего не услышал. Потом открыл дверь и увидел беззвучно поювшего ёжика и беззвучно играющего Медвежонка. Глаза у Зайца стали большие и круглые. С большими и круглыми глазами Заяц простоял в дверях целую минуту, а потом крикнул. — Эй! Ёжик пел. Медвежонок играл. — Эй! — закричал Заяц. — Это я! Я пришёл к вам в гости! Вы же меня звали! Ёжик допевал третью песню. От Медвежонка валил пар. — И-и-и! — будто его прищемили, заверещал Заяц. — Что вы делаете? — Веселимся! — тихо сказал Медвежонок, беззвучно играя на балалайке. — Пусть с нами! — сказал ёжик и приступил к балладе. — А что вы даёте? — спросил Заяц. — Шотландскую балладу! — сказал ёжик. — Не сбивай! — Я могу на барабане! — сказал Заяц. — Я мигом! И тут же вернулся с барабаном. — Баллачек нет, — извиняюсь, — сказал Заяц. — Но я могу лапами! — Только не слышно! — сказал Медвежонок, играя. — Ты хоть про что поёшь? — шёпотом спросил Заяц у ёжика, неслышно стуча в барабан. — Про Шотландию! — одними губами сказал ёжик. — Это такая страна! — В Шотландии балалайок нет! — шёпотом сказал Заяц. — И барабанов тоже! — негромко заметил Медвежонок. — А вот барабаны есть! — вслух сказал Заяц. — Барабаны есть всюду! — Там бубны, — сказал Медвежонок, — как у цыган. — Вы меня сбиваете, — сказал ёжик. И неслышно запел про Шотландию, горную страну, в которой нет балалайок, есть бубны, как у цыган, но по краям всё же стоят несколько барабанов. И Медвежонок с Зайцем, глядя на ёжика, ничего не слышали и почти всё понимали и были очень благодарны ёжику за то, что он унёс их в песни в эту чудесную страну. — И всё-таки барабаны там есть! — прощаясь и благодаря за вечер, — сказал Заяц. — Несколько штучек, а есть! — И балалайка, — сказал Медвежонок, — одна и без струн. — Чудесная страна, — сказал ёжик. — Удивительная страна, про которую можно почти не петь, а песня льётся. — Горький дым. — Всю ночь ёжик уснился странный сон. — Будто он вошёл в лес и стал говорить с листьями. — Нет, не с одним каким-то листом. — Ну, что тут особенного поговорить с берёзовым листиком? — Но с листьями, со всей вместе листвой, — ёжик ещё никогда не говорил. Он шёл по тропинке, шумел лес. — Я хочу поговорить с вами, листья, — сказал ёжик во сне. — Говори, — прошелестела листва. — Вот вы шумите, а потом всё стихло. — Знаю, — сказал ёжик во сне. — Мне вас так жалко. — Не жалей нас, ёжик. Сперва мы маленькие глядим, потом побольше лепечем. — Потом шумим, а потом свободны. И летим, летим. Ты знаешь, какое это счастье, свобода. А в дождь знаешь, как это сладко, прищурившись слушать дождь. Ведь ты не знаешь, что у нас есть глаза, ёжик. Мы видим. — И нас с медвежонком? — Конечно. И сайца? — Ещё бы он так боится, когда мы шуршим. — Осенью мне бывает так грустно, — сказал во сне ёжик. — Мне кажется, ветер вас уносит с земли. — Не грусти. Ты слышишь, как мы шуршим? Это мы смеёмся. Нам смешно, что какой-то ветер хочет нас сдуть с земли. — А вас нельзя? — Что ты, ёжик, кто же может листву сдуть с земли? — Но вас жгут, — сказал во сне ёжик. — Зато как сладок, как горек наш дым. — Но вам же больно. — Нет. Мы сгораем все вместе, тесно прижавшись друг к другу. — Страшно, — сказал ёжик во сне. — Страшно остаться последним листом. Все улетели, все свободны, а ты один. И видишь, как дружно раскрываются весной новые почки, и появляется молодая листва. С ними, с новыми не поговорить. О чём? Что они видели? Что они знают? А ты, ты помнишь всех своих братьев и думаешь. Вот на этой ветке сидел весёлый хохотун, грустный ворчун, молчаливый друг и никого. — Какие они удивительные листья, — подумал во сне ёжик. — Надо же сказать медвежонку. И, не просыпаясь, стал думать о том, как это можно радоваться, что после тебя остаётся горький дым. Кукуня. Капает и капает, и туман. Разве это погода? — Нет, — сказал Кукуня, новый знакомец ёжика и медвежонка. — А ты сам откуда? — спросил ёжик. — Я здешний. Мама у меня куница, от неё хитрость. — А папа? — спросил медвежонок. — Папа бобр, всё плотины строил. — Значит, ты хитрый, — спросил ёжик. — Смышлёный, — сказал Кукуня. — Я смышлёный, трудолюбивый. Люблю поспать, поесть, поплотничать, повеселиться. — А и плавать любишь? — спросил ёжик. — И плавать. — А кувыркаться? — Нет, — сказал Кукуня, — кувыркаться не люблю. У меня от этого голова болит. Они сидели посреди туманного леса в беседке, которую построил Кукуня. Накрапывал дождь, пахло землёй и листьями. — А что ты ещё любишь? — спросил медвежонок. — Чьём уху. — А ещё? Кукуня задумался. Он был небольшой зверёк с маленькой головой и мохнатыми лапами. Больше всего он походил на собаку таксу, если бы она надела пушистые валенки. — А ты откуда пришёл? — спросил ёжик. — Из-за реки. — Зачем построил вот эту? Медвежонок не знал, как назвать беседку. — Не знаю. — Где-то видал, — сказал Кукуня. — Дождь не мочит, стен нет. — А если ветер? — В дом уйду. — А где я дом? — Построю. — А ты к нам надолго. Медвежонок обошёл Кукуню и даже потрогал его лапой. — А что? — Интересно, — сказал ёжик. — Посмотрю, — сказал Кукуня. — Понравится, останусь. Не понравится, уйду. — А куда? — спросил медвежонок. — Мало ли. Захочу, вернусь к себе за реку. Захочу, пойду дальше. — А куда? — спросил ёжик. — Пойду к белым медведям, к песцам. Меня северные олени любят. — А ты, ты на севере был? — Был. И на юге. Везде. Я даже на ките плавал. — Врёшь, — сказал медвежонок. — Я старый, — сказал Кукуня. — Годы мои большие. Чего мне врать? — А сколько же ты живёшь? — спросил ёжик. — Лет триста, — сказал Кукуня. — А может, пятьсот. Я не помню. — А мою бабушку помнишь? — А как же! Славная была ежиха. — А моего дедушку. — Печальный был медведь, — сказал Кукуня. Все на скрипке играл. — Правильно! — крикнул медвежонок. — У меня и скрипка в шкафу осталась. — Бери, — говорит Кукуня, — свою скрипку. — Сыграем. — Это кто, — говорит? — Это твой дед, мне. — Ты и на скрипке можешь? — А, мне что топором, что на скрипке. И медвежонок уточкой полетел домой и вернулся со скрипкой. Пока он бегал, ёжик ни о чём не спрашивал, а только глядел на Кукуню во все глаза. — Ну-ка, давай скрипку. Кукуня потрогал струны, взмахнул смычком. Скрипка запела. Кукуня играл по-деревенски, просто и от души. Скрипка то плакала, то хохотала. И медвежонок с ёжиком то сидели насупившись, то пускались в пляс. — Нет, лапа не та! — вздохнул Кукуня, опуская смычок. — Эх, бывало, сядем с твоим дедом твоим на два пенька. Да как грянем! Как потащит, потащит он вверх, а я кругами хожу. Волки плакали. — Куда потащит? — спросил ёжик. — Кого? — Да туда, душу. И Кукуня снова взял скрипку и заиграл так, что ёжик с медвежонком заплакали. — Хороший у тебя дед был, — сказал Кукуня. — Редкий медведь. — Жалко только моя скрипка сгорела. — Бери, — сказал медвежонок. — Бери дедушкину! — И никуда не уезжай, — сказал ёжик. Кукуня зажмурился, посидел так с закрытыми глазами, взял скрипку. И накрапывающий дождь, и лес, и туман — всё смешалось с запахом земли и листьев. И беседка, построенная Кукуней, вместе с друзьями, уточкой поплыла над землёй. Великое имя Басё. В начале декабря, когда в лес никак не могла прийти настоящая зима, и снег то падал, то таял, в гости к ёжику с медвежонком пришёл кот. Через плечо на верёвке у него висела деревянная сковородка со струнами. — Балалайка! — спросил медвежонок. — Банчо! — сказал кот. — Ты из деревни? — спросил ёжик. — Из города. — Как тебя зовут? — Басё. — Хм, какое странное имя. — Это великое имя, — важно сказал кот. И его пригласили к столу пить чай со сливками. — Давно не едал таких сливок, — жмурись, — сказал кот. Ёжик с медвежонком глядели на него во все глаза. — Расскажи, — попросил медвежонок. — Расскажи про своё великое имя. Кот доел сливки, взял Банчо. — Сливый аромат! — запел кот. — От лачушки нищего глаз не отвести. — Красиво! — сказал ёжик. — Не бейте муху! — пел кот. — Руки у неё дрожат, ноги у неё дрожат. — Мы не бьём, — сказал медвежонок. — За ночь вьюнок обвился в круг Баджи моего колодца, — тянул кот. — У соседа воды возьму. — Правильно, — сказал ёжик. — Если бы у нас так было, мы бы обязательно сходили за водой к хомячку. А кот играл и пел. И ёжик с медвежонком стали потихоньку ему подтягивать. — Сливый аромат! — пели они уже все вместе. — От лачушки нищего! — затянул кот. — Глаз не отвести! — подхватили ёжик с медвежонком. — Чудно! — сказал заяц. И все увидели в форточке его уши. — Я давно вас уже слушаю. — Не бейте муху! — завели ёжик с медвежонком. — Не бейте муху! — второй пошёл заяц. — Руки у неё дрожат! — руки у неё дрожат! — Ах! — сказал заяц, входя в дом. — Как чудесно! В лесу ни то ни сё, а мы сидим и поём. Представьте меня. — Это заяц! — сказал ёжик. — Наш друг! — Басё! — слегка пристав, сказал кот. — Чудесное имя! Очень приятно познакомиться! И они запели про Бьюн и Бадью. — Но почему тебя всё же так странно зовут? — спросил медвежонок, когда поспел самовар, и все снова сели пить чай со сливками. — Это необъяснимо! — сказал кот. — Я толком и сам не знаю. Но это великое имя! Давно бы так, заяц! — Заяц! 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 Скорее беги сюда! — Что случилось? — спросил заяц. — Ты только погляди! — Белка сидела высоко на сосне и куда-то показывала, вытянув лапу. Заяц подпрыгнул. — Ничего не вижу! — Лезь сюда! Погляди, как красиво! — Ты что, Белка? — Я же не умею по деревьям! — Я спущу корзинку! — крикнула Белка. — Ты садись, я тебя втяну! И опустила корзину, с которой ходила по грибой. — Ты что, Белка? — снова сказал заяц. — Разве я вмещусь? — Ты зацепись, зацепись! Заяц ухватился как мог, и Белка втянула его на сосну. Заходило солнце, и было так красиво, что у заяца перехватило дыхание. — Весна! — весна! — кричала Белка. — Слышишь, как пахнет! Заяц принюхался. — Да ты вот сюда погляди, сюда! Заяц глядел во все глаза. Было очень красиво, но он все же не мог забыть, что ему надо спускаться. — А как я спущусь? — спросил заяц. — Потом, потом! — щепетала Белка. — Ты гляди, солнце сядет! Заяц с дрожащими лапами держался за сучок. Глядел на заходящее солнце. Понимал, что действительно очень красиво, но не мог не думать о том, что ему надо будет спускаться. — И зачем я влез в эту корзину? — думал заяц. — Ну, выбежал бы на берег, оттуда тоже хорошо видно. — Гляди, гляди! — не умолкала Белка. И заяц вдруг подумал. — Ну, что я всю дрожу? Ну, что я всю? Да как? Да что? Да почему? — Плюнь! — сказал сам себе заяц. — Плюнь и гляди! И радуйся! Ну, уж потом подумаем, как спуститься. И заяц перестал дрожать и встал на ветки, как птица. Большая гордая птица с откинутыми ушами. И ему вдруг показалось, что весь лес, вся поляна, вся река, которую теперь было хорошо видно, все это принадлежит ему, заяцу. И не надо ни о чем думать. — Ну вот, — сказала Белка, — давно бы так. Смотри, как ты похорошел, заяц! Падал мелкий снежок. Была оттепель. — Медвежонок, если все плохо, 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 то потом ведь должно стать хорошо. — Потом? Да, — сказал медвежонок. У ежика в июле утонуло ведро. В сентябре ветер сломал любимый ежикин вяз. В октябре шли такие дожди, что река разлилась и затопила ежикин домик. В январе объелся снегом медвежонок, а вчера самого ежика чуть не убил сорвавшийся с горы камень. И вот, теперь какой-то грабитель забрался в дом медвежонка и утащил все припасы. По мягкому снегу прибежал заяц. — Я знаю, как поймать грабителя. Падал мелкий снежок. И даже не падал, а все как бы норовил пойти с левой лапы. — Видишь? — сказал медвежонок зайцу. — Припадает. — Пропадает! — поправил заяц. — В снег, в снег. — И никого. Медвежонок поглядел на ежика. Ежик отвернулся. — Это рысь! — сказал заяц. — Больше некому. У нее уши такие с кисточками. И зашагал по мокрому снегу. Перешли ручей. Забрались на гору. — Вот он, дом рыси! Заяц вытянул лапу. Рысь сидела на крыльце и ела вареники. Кисточки на ушах действительно были рыжие. — Я же говорил! — сказал заяц. — Ничего ты не говорил. Тогда подразумевал. Рысь ела вареники и причмокивала. — И ты! — крикнул медвежонок. — Ты зачем ограбила мой дом? — Несла наши припасы! — добавил заяц. Рысь пошевелила ушами, и рыжие кисточки на ушах пошевелились. Затем ушла в дом и вернулась с лорнетом. — Ой, что это у нее? — спросил ежик. — Бинокль! — сказал медвежонок. Рысь навела на друзей лорнет. — Ну что? — сказала рысь. — Будете есть вареники или война? — Ты зачем ограбила мой дом? — очень тихо спросил медвежонок. — Слушайте, грабят — это когда гребут сено. А я пришла, вошла, сварила вареники и хочу ими вас угостить. — Дрянь! — беззвучно сказал ежик. Заяц кивнул. — Ну и дрянь! — прошептал медвежонок. — Или ты, рысь, сейчас же перестанешь, перевезешь все мои запасы назад? — сказал он громко. — В его кладовку! — показал на медвежонка лапый заяц. — Или заяц! — медвежонок показал на заяце. — Сейчас же привезет пушку. — Большую пушку! — сказал ежик. Рысь повесила лорнет на специальный гвоздик, задумалась. — Отдавать или не отдавать? — думала рысь. — Ха! У вас пушки нет! — сказала она. — А мы тебе сейчас и без пушки кисточки оторвем. И хвост! — и хвост! — спрятался за медвежонка заяц. — Хе-хе! — сказала рысь и принялась за вареники. Заяц привез пушку. Ежик прочистил банником ствол. Медвежонок засыпал пороха и навел. Заяц запалил фитиль. — Ну! — крикнул медвежонок. — Сдаюсь! — рысь утерлась салфеточкой и пошла за припасами. Целый день рысь таскала в дом медвежонка по кражу. А заяц, ежик, медвежонок с пушкой стояли на горе. И фитиль в лапе заяца дымился. К вечеру снежинки стали опускаться, припадая на правую лапу. — Видишь, припадают! — снова сказал заяцу на снежинке медвежонок. — Снег всек и никого. — Пропадают! — снова поправил заяц. Ежик с медвежонком снова переглянулись. А вечером, когда пили чай, медвежонок сказал. — Не знаю когда, но когда-нибудь обязательно будет лучше. — Еще бы! — подхватил заяц. А ежик думал. — Не может же быть, чтобы все плохо и плохо. Ведь когда-нибудь должно быть хорошо. Бетховенская тропа Ранним утром по Бетховенской тропе, Заложив лапы за спину, Медленно шел заяц. Солнце только поднялось, Воздух еще не прогрелся, И вокруг было прохладно и сумрачно. — Хорошо вот так идти и дышать, — думал заяц. — Хорошо вот так идти, Дышать полной грудью и смотреть по сторонам. Зайцу было так хорошо в это утро, Солнце так нежно освещало верхушки деревьев, Что заяц тихонько запел. В карловых варах еще все спят, Заяц не спит, он идет по дорожке, Заяц не старый, очень усталый, Дедушка всех карловарских зайчат. — Хм, а хорошая получается песня, — подумал заяц. — Такую песню не стыдно и ежику спеть, И медвежонку, и муравью. Только надо придумать дальше. И он пошел, мурлыкая мелодию, подбирая слова. — Вот иду я, и кругом никого. Вот я иду и гляжу на деревья, Полон участия, полон доверия, Самого лучшего полон всего. — А ведь правда, — подумал заяц, — так хочется кому-нибудь что-нибудь такое сделать, Чтобы сказали спасибо, спасибо, заяц. — Не за что, — сказал бы я, — не стоит благодарности. А вот чтобы такое сделать, никому. И он пошел, напевая дальше. — Все, что имею, готов я отдать, Все, что имею, отдам без остатка. — А что у меня есть? — подумал заяц. — Хм, ведь ничего нету. И незаметно стану украдкой Со стороны из куста наблюдать. Вот! Заяц остановился. Надо сделать что-нибудь хорошее-хорошее, А потом залезть в куст, Чтобы никто не видел, И оттуда глядеть. Солнце поднялось высоко, А заяц все шел по бетховенской тропе и пел. — Небо, спасибо, спасибо, трава, Солнце, спасибо, спасибо, деревья, Вы оказали зайцу доверие, Кругом у зайца идет голова. И так вышло, что в это чудесное утро Заяц ничего такого не сделал. Никому ничем не помог, Никого не спас, Ни с кем ничем не поделился. Но когда он допел песню до конца, У него было такое чувство, Будто он спас тысячу зайчат, Помог старому муравью, Выручил ежика, Поделился последним с белкой. И отчего это так получилось, Заяц так и не смог понять. Просто он пел свою песню И был счастлив. — Не улетай, пой, птица. — Повеселимся, поросенок? — Ну как? — Давай попрыгаем. И они запрыгали. Заяц через пенек, Поросенок через поваленную сину. — Так не развеселишься, Сказал заяц, иди сюда. И подвел поросенка к упавшей со сне. Весенний лес, набитый солнцем и птицами, Стоял в зеленом дыму. — Прыгай, — сказал заяц. — Боюсь, — сказал поросенок. — Смотри, — сказал заяц и прыгнул. — У тебя ноги длинные. И поросенок лег животом на сосну. — Да не так, — сказал заяц. — Смотри. Птица пела далеко и тревожно. Потом подлетела ближе, Запела радостно и светло. — Ты не смотришь, — обиделся заяц. — Так я тебя не научу. — Я смотрю, — сказал поросенок. — Где же она сидит? Разглядывая ветку за веткой, Думал поросенок. — Смотри в третий раз, больше не покажу. Заяц прыгнул, и тут поросенок ее увидел. Она была совсем крошечная, Серый такой комочек, А пела так, что у поросенка защемило в груди. — Будешь прыгать или нет? — спросил заяц. — Ты прыгай, — сказал поросенок. Он, не отрываясь, глядел на птицу. Вот она наклонила голову и... Такого поросенок еще никогда не слышал. — Главное, не бойся, — говорил заяц. — И отталкивайся двумя ногами сразу, понял? — Ага, — сказал поросенок. — Если бы я умел так петь, Если бы я только чуть-чуточку мог, как она, Я бы... — Ну, прыгай, — сказал заяц. Поросенок подпрыгнул, Лег животом на поваленную сосну И закрыл глаза. — Эх ты, — сказал заяц, — учи тебя. И убежал. — Птица, — шептал поросенок. — Не улетай. Пой, птица. Я не умею прыгать, Не умею петь. Но когда ты поешь, Мне кажется, Мне кажется, я могу все. Птица пела, А поросенок лежал ничком на упавшей сосне. И ему казалось, Что он сам — вольная птица, Летит высоко над землей И машет легкими крыльями. Прибежал заяц. — Ну, будешь прыгать? — спросил он. — Да чего же ты плачешь? Вот глупый. Да я тебя научу, научу. Надо только отталкиваться Двумя ногами сразу. Это был рассказ Из книжки «Лунная дорожка» Сергея Козлова. Сказка на отъезд слона. Три дня у ежика с медвежонком Гостил слон. Дни стояли легкие, Солнечные, С тяжелыми деревьями И свежей молодой травой. Прежнюю ежик с медвежонком Давно скосили. Заяц тогда выращивал сено И хохотал. — Ты чего, заяц? — А так? Ха-ха! Шуршит! Сено сперва копнили, А потом сметали в стога. И стога, как большие слоны, Пошли по поляне. Тут-то медвежонок и сказал, — А давайте Пригласим слона! Написали письмо И отправили с попутной птицей В город. Слон приехал через неделю. Сперва всех покатал по поляне, Это было очень весело. Потом сели удить ровебу. Слон никого не поймал. И ежик, И медвежонок. А заяц поговорил с рыбой, И рыба пообещала вечером Прийти пить чай. Вскипел самовар. Все сидели на крыльце И глядели, Как заходило солнце. Слон был задумчивый, Задумчивый. — Думаешь, не придет? — спросил ежик. — А ты кого пригласил? — поинтересовался у заяца-медвежонок. — Если ерша трепло И ждать нечего. — Вот если б галавль, Сказал ежик. — Галавль серьезный. Слон ничего не сказал. Он глядел на заходящее солнце. — Придум, сказала, Оправдывался заяц. Вильнул и все. — Рыбу легче всего узнать по хвосту, Говорил медвежонок. — Если усы — сом. А вообще, Когда разговариваешь, Надо глядеть в глаза. — Так она же в воде! Рассердился заяц. Подождали еще. Солнце опускалось медленно-медленно. И глядеть на него было хорошо и печально. — Это удивительно, Что вы догадались меня позвать. Тихо сказал слон. — Если б не вы, Я бы ни за что не выбрался. — Ты не думай, Она придет, Сказал медвежонок. Усы — значит сом, А сомы — обязательные. — Представляешь, Вернешься в город И расскажешь, Как мы пили чай с головлем, Сказал ежик. — Вот увидишь, Это головль. Заяц не приметил, А я чувствую. Большой серый слон Глядел на заходящее солнце, Слушал, Что ему говорят ежик, Заяц и медвежонок, И думал, Что вот он прожил целую жизнь. И за всю жизнь Ему не было так хорошо И печально, Как в этот вечер, Когда они вчетвером Ждали рыбу. В гостях у собаки Однажды ежику приснилось, Что они с медвежонком Попали в Китай. И китайский ежик С китайским медвежонком Пригласили их в гости Китайской собаки. Дом у китайской собаки Был просторный, Светлый, И топчан, То есть кровать, На которой спала китайская собака, Можно было топить, Как печку. У нас на печках тоже спят, Сказал ежик. Неа, неа, Сказала китайская собака. Я знаю русский печь. Он высок, Он большой, А у меня постелька. Китайский ежик С медвежонком кивали, А китайская мышка Выскочила из угла И несколько раз Низко поклонилась. Потом пошли осматривать сад. Это огорода, Сказал китайский ежик. Здесь огурец, Тыква, кабачка, А там, Показал лапой, Фрукта. Сад по-нашему, Кивнул медвежонок. А что растет? Слива есть, Персик есть, Много есть. А яблоки? Спросил ежик. Яблока нет, Яблока там. И китайская собака Показала на китайского медвежонка. Много есть, Много есть, Закивал китайский медвежонок. А пчелы? Спросил наш медведь. Псела мед. Ха-ха-ха. Как-зи, как-зи. Что бы еще у них спросить? Думал во сне ежик. Бабка читала ему в детстве про Китай. Но это было давно, И он все позабыл. А как с волками? Тем временем спрошел медвежонок. Волка есть, Волка есть, Китала китайская собака. И китайская мышка Вновь появилась с поклоном. А что? Спросил ежик. Мышки у вас всегда кланяются? Всегда, 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 Закивал китайский ежик. А если ты встретился с лисой? Улыбайся, улыбайся. А кланяться надо? Как-за, как-за, Сказал китайский ежик. Китайский медвежонок С китайским ежиком и собакой Все время улыбались и кланялись. И когда все, стоя на коленках За низеньким столиком, Попили чаю, Ежик с медвежонком, Уже тоже не переставая улыбаться, Кланились. Большое спасибо! Улыбнулся, кланяясь ежик. Спасибо большое! Пятясь с поклоном к двери, Улыбался медвежонок. Не заста, не заста! Провожая ежика с медвежонком На двери улыбались и кланялись Китайский ежик с китайским медвежонком. И китайская собака с мышкой в углу Сияли улыбкой. Ну что? Спросил медвежонок, Когда они рядом ехали На верблюдах по китайской пустыне. Как тебе Китай? Очень хорошо! Очень хорошо! Заулыбался ежик И улыбался, кланялся, Пока не проснулся. Сны Если бы ты только знал, Медвежонок, Как я по тебе скучаю! И я... Я так по тебе скучаю, Что стал даже с тобой говорить во сне. И я... Однажды я тебе говорю, Эй, ты где? А я? А ты... Я здесь, медвежонок? Здесь! Просто меня не видно? Как же меня, может быть, не видно? Вон я какой! Я знаю, Но так ты сказал во сне. А дальше? Я говорил, Ты покажись! Покажись, где ты? Сейчас! Говоришь. И... Что? Что? Так, что-то провелькнуло. Это ты? Говорю. Ага. Что ага? Во сне ты сказал ага. А меня не видно? Неа. Что-то промелькнуло. И все. Так. А в другой раз, Будто мы с тобой идем по большому лугу. Жарко жаворнок поет. Я говорю, Медвежонок, Правда, Это как давным-давно. Вот так же мы шли. И ты пел, И птицы. А ты... Что? Молчишь? Нет, Сказал медвежонок. Ты мне лучше снился. Ты мне снился так хорошо, Что просто замечательно. А как? Знаешь, Я даже сказать не могу. Я проснулся, И целый день ходил радостный. А что я говорил? Много. Ты и говорил, И пел. Я даже смеялся во сне, И проснулся весь радостный. Откуда ты знаешь? Лягушка сказала. Пришла утром и говорит. Ва-а-а, Говорит. Ну, медвежонок, ты и хохотал во сне. Нет, мне так не снилось, сказал ежик. Если бы мне так снилось. А я однажды проснулся и весь в слезах. Ты не расстраивайся. Знаешь, если я потом еще тебе приснюсь, ты мне скажи. Медвежонок, а медвежонок, хочешь меду? И я обязательно скажу, хочу. Хорошо бы, сказал ежик. Что ж ты думаешь, я меда не захочу? Не знаю, только ты в следующий раз не молчи, ладно? Они, разговаривая, перешли поле, прошли лесом и вышли к реке. Было тихо, тихо. В следующий раз ты ни за что не молчи, медвежонок, сказал ежик. Нет, нет, что ты, я обязательно что-нибудь скажу. Уж теперь ты не бойся, я скажу. Плеснула рыба. Кругами на цыпочках побежала по воде. Тишина. Сова-сова. В эти самые лучшие часы, когда солнце уже садится, но еще не наступили сумерки, и от деревьев на снегу длинные голубые тени, в эти часы ежик садился у окна и мечтал. То же самое делал медвежонок. А у зайца не было сил мечтать, потому что заяц просто не мог сидеть на месте. А вот и сегодня он сперва сбегал к ежику, потом к медвежонку, и обоих застал сидящими у окна, глядящими в затухающий лес. И птицы не поют, огорчился заяц. Поговорить не с кем. Белка сидела у печки с вязанием. Хомячок съел кашу и теперь пил компот. Филин еще не проснулся, и волк видел последний сон. Зайдет луна, вылезет на поляну и завоет. Подумал заяц. Он знал, что ежика с медвежонком сейчас трогать нельзя. С белкой и хомячком скучно. И поэтому заяц один прыгал по остывающему насту и просто не знал, куда себя деть. С лисой у зайца сложились особые отношения. И поэтому он решил сбегать к лисе. Лиса, лиса, бонсуа, сказал заяц. Бонсуа, добрый вечер, заяц. У лисы была французская бабушка, и она учила зайца по-французски. Коман, сова, как дела? Спросил заяц. Сова, комси, комса. Так себе, сказала лиса. Сова, сова, обрадовался заяц. Так себе. Учи, сказала лиса. И заяц полетел по лесу, повторяя. Сова, 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 сова. Тебе чего? Проснулся филин. Чего надо? Ничего, сказал заяц. Чего зовешь? Я тебя не звал. Как же не звал? Рассердился филин. Прыгаешь, кричишь. Сова, сова. Это же я. А это по-французски так себе, сказал заяц. Это я так себе? Да нет, это по-французски так себе. А ты очень хороший. То-то, сказал филин. А что будет по-французски волк-волк? Еще не знаю. А лиса, лиса? Надо спросить. Сбегаю и спрошу. Сова, сова, пел по дороге к лисе заяц и с порога спросил. Сова, сова, так себе. А лиса, лиса? Не сова, сова. А сова, комси, комса, сказала лиса. А лиса, лиса, это я. И больше никто. А волк, волк? Волк, волк, по-французски ничего не значит. И все-таки что-то здесь не так. Зубря сову-сову и в третий раз, огибая лес, на бегу думал заяц. Сова, сова, так себе значит. Волк, волк, еще хуже. Он до того задумался, к тому же не переставая вопил сову-сову, что не заметил волка. Ты кого славишь? Схватил заяц волк. А-а-а, сова, сова, так себе. Выпалил заяц. Вот именно. Кому она нужна, твоя сова? Бегай и кричи. Волк, волк. Что же мне тебя кричать, если ты ничего не значишь? И я? Ну да, для французов ты. Тьфу. Неужто волк для них ничто? Опечалился волк. Он так расстроился, что даже отпустил заяца. Совсем. Горько выдохнул заяц. Представляешь, волченька, ты волк, а тебя как будто и нет. Ничего, заяц, сказал волк. Это, может, меня у французов нет. У них и леса-то нет. Зато здесь мы с тобой. Ух! Ух! Кивнул заяц. Ну, беги, потрепал по ушам заяца волк. Тянись к знанию. И по волче, оскаблившись, показал страшные зубы. Беги, беги, учись, пусть знают наших. И заяц, ликуя, помчался по лунному лесу. Завя сову-сову, хищную птицу, которая, может, там у французов и означает не то, не сё, не так, не сяк, так себе. А у нас тихую жуть. Петушиный король. Закричал петух. Ух! Откуда он здесь? Подумал ёжик и сбежал с крыльца. Была оттепель. Лес утонул в тумане. И казалось, нет ни ёлок, ни кустов, а только кричит петух. Откуда он здесь? Снова подумал ёжик и закричал. Ого-го-го-го-го-го! Ко-ко-ко! Совсем рядом сказал петух и вынырнул из тумана. Большой, рыжий, в чёрных штанах, красных сапожках, под крылом корзинка. На сапогах позванивали серебряные шпоры. Ты кто? Спросил ёжик. Я король. Важно сказал петух, величественно снял шляпу и раскланялся. Ко мне надо обращаться, ваше величество. Здравствуйте, ваше величество, сказал ёжик. Правильно. И поклон. Разве у моего подданного нет шляпы? У меня шапка, сказал ёжик. Несите. Ёжик сбегал в дом и вернулся в шапке. Что ж, сказал король, крепкая меховая шапка. А мы вот сюда пёрышко. Он достал из-за пояса и прилавил к ёжкиной шапке перо. Пробуем. Что? Спросил ёжик. Репетируем поклон. Здравствуйте, ваше величество, сказал ёжик и как умел подмел перед собой шапкой снег. Очень хорошо. А зачем вам корзинка, спросил ёжик. Весна, сморчки. Но, ваше величество, ведь зима, весна, сморчки, упрямо повторил король. Ёжик присел на крылечко, секунду помолчал. А мы, ваше величество, сморчков не берём. Кто это мы? Петух сел рядом. Мы с медвежонком, сказал ёжик. А разве в моём королевстве медведи едят грибы? Он раньше не ел, смутился ёжик. А со мной привык. Давно дружите? С детства, ваше величество. Правильно, петух поднялся. А теперь пригласите вашего короля в дом и напоите чаем. С удовольствием! Ёжик распахнул дверь. А давно? Что? Давно вы стали нашим королём? Хотел спросить ёжик, но постеснялся. Давно вы в лесу? Спросил он. С рассвета. Устали, небось. Ёжик ввёл петуха в дом и раздул самовар. Король важный сел к столу и снял шляпу. Скоро придёт медведь. Медвежонок, скоро, ваше величество. Они сидели у самовара. Потрескивала печь. И петух думал. Вот жил, бродил, актёрствовал. Пел. А не знал, что в лесу за туманом живёт такой славный ёжик. А ёжик думал. Ну, он совсем и не такой сумасшедший. Просто ему, наверное, непривычно в спорах в лесу. А петух думал. А петух думал. Этот важный петушиный король оказался просто добрым, сморщенным старичком. Ёжикина радость. Помоги, медвежонок. Помоги, медвеженька, помоги. Что с тобой ёжик? Не знаю. Плохо мне. Медвежонок обошёл ёжика со всех сторон. Пощупал голову. Здесь не болит? Нет. А тут... Неаа. Было раннее утро. Пели птицы. Всё цвело. Посмотри, какое солнышко! Сказал медвежонок. Вижу. Послушай. Слышишь, как птицы поют? Ёжик кивнул. Ты мне расскажи поподробнее, сказал медвежонок. Вдвоём мы с тобой что-нибудь придумаем. Понимаешь, сказал ёжик. Страшно мне. Да почему? Радости нет, сказал ёжик. Бывало, проснусь, увижу солнце и радуюсь. А теперь нет. Радости нет, радости нет, запромотал медвежонок. Да почему же это у тебя нет радости? Не знаю. Ёжик закрыл глаза. Что же это может быть? Думал медвежонок. Что же это могло случиться, чтобы от ёжика убежала радость? И он сказал. Не может такого быть. Это тебе показалось, и всё. От кого, от кого. А уж от тебя ни за что не может убежать радость. Она где-то спряталась, понял? Где? В животе. Они вдвоём внимательно осмотрели ёжикин живот. Или вот под мышкой. Ёжик поднял лапу. Или знаю, закричал медвежонок. Мы её оставили на реке. Помнишь, когда солнце садилось? Что-то радостное-радостное перебежало на тот берег. Солнечный заяц, сказал ёжик. Как же, заяц! Это была твоя радость! Бежим! И они помчались к реке. Увидели её всю-всю сияющую в восходящем солнце. И огромная, горячая ёжикина радость Вся в остреньких иголочках, как сам ёжик, Выскочила из-за кустов, Побежала по воде И вернулась к ёжику. Солёные ножки. Почему ты всё знаешь, заяц? От бабушки. Если бы вы знали, какая у меня была бабушка, И считать тебя научила. И считать. И писать. И писать. Мой дед, сказал медвежонок, Всё на печке сидел. А бабка ему ножки солила. Как это? Нагреет воды, выльет в ушат, Туда соли и золы из печки. Зачем? Спросил ёжик. Для здоровья. Бывало скажет. Ну, медведюшка, давай ножки солить. Дед обрадуется. Очень он это любил. Моя бабка, сказал ёжик, Была неграмотной. Зато дедушка В свистульку свистел. Мой на скрипке играл, Сказал медвежонок. Сунет лапы в ушат, А сам за скрипку. Бабка сядет, голову на бок, Пригорюнется. Он что, только грустно играл? Что ты? Бывало и плясовую. Я пляшу, бабка плачет. Отчего? Спросил ёжик. Очень деда любила. А мой сгинул, Сказал заяц. Дед сгинул, Отец сгинул, А мать пропала. Одна бабушка у меня была. Зато какая бабушка! Посадит к окну, Даст уголёк. Рисуй, зайчик. А мои вместе свистели, Сказал ёжик. Дед бабку тоже научил. Проснутся и свистят. Вот никогда не слышал, Чтоб ежи свистели, Сказал заяц. А они тихонько. Свистят себе и свистят. Когда я чуть побольше стал, Тоже мне свистульку сделали. Буинную? Не, из липы. Дед липовые любил. У них звук с шершавинкой. А сейчас можешь? Спросил заяц. Забыл. И потом я свистульки делать не умею. Помолчали. Тихо и хорошо было в осеннем лесу. Я бы вас извлекать корень научил, Сказал заяц. Да боюсь, не смогу. Бабка со мной две зимы билась. Что мы, кроты? Тренадцать так, вон сколько мы научил, Сказал ёжик. А давайте ножки солить. И тут все обрадовались. Согрели воды, насыпали золы, соли. И ёжик не слышно про себя засвистел свистульку. Заяц сквозь слезы увидел свою любимую бабушку. А медвежонок тихонько радовался, Что вот все сидят, солят ножки. А вспомнил, как надо солить, и он, медвежонок. Кто-то. Ёжик! Медвежонок! Вы меня слышите? Заяц стоял на холме, Глядел на реку, На весёлый весенний лес, И нежный ветерок трепал ему уши. Молчат, Сказал сам себе заяц, И закрещал ещё громче. Ёжик! Медвежонок! Медвежонок! Ну, чего кричишь? Спросил кто-то. Заяц оглянулся. Никого не было. Нечего кричать, Сказал кто-то. Всё равно не услышат. А ты кто? Спросил заяц. И где-то есть, Если тебя не видно. Кто-то прошёлся туда-сюда. Заяц слышал, Как шелестит трава. И остановился перед зайцем. Вот что, Сказал кто-то. И уставился на зайца Невидимыми глазами. Медвежонок теперь спит. Поел и отдыхает. А ёжик идёт к нему с песней. Что поёт? Спросил заяц. Без слов. А ты откуда знаешь? Я всё знаю. А зачем я их звал? От радости. Солнцу обрадовался и кричишь. М-м-м, верно, Сказал заяц. Уж больно хорошо. А что я им хотел сказать? Весна. Точно. А ещё? Давайте попрыгаем. А ещё? А больше всё. Что ты ещё можешь сказать, Если ветер в башке? М-м, опять верно, Подумал заяц. Больше я ничего и не хотел. Но зайцу захотелось поговорить С кем-то, кого не видно, Как-то по-другому, Чтобы кто-то как-нибудь сказал, Кто он. Давай побегаем, Сказал заяц. Со мной неинтересно. Почему? Я везде. Куда ни прибежишь, А я тут. Не верю, Сказал заяц. Беги. И заяц помчался с холма, Прижав уши И, долетев до реки, Так прыгнул в сторону, Что любой, Будь то сама лиса Или даже волк, И тот бы не удержался, Бухнулся в воду. А заяц залетел в ельничек, Скатился во враг И, спрятавшись под вывороченную сосну, Прошептал. Где ты? Да здесь, Я не дрожи, Нехотя сказал кто-то, И заяц остолбенел. Кто ты? Тоненько заплакал заяц, Его белозноб. Покажись. Не могу, Сказал кто-то. Не умею. Тебя заколдовали. Заяцу сделалось так страшно, Что он перестал дрожать. Заколдовывают в сказках. А мы где? Кто-то немного помолчал, Потом заиграл на балалайке. Это что? Спросил заяц. Балалайка. Балалайка тихонько тренькала. На лес надвинулись сумерки. А заяц сидел под вывороченной сосной, Обхватив голову лапами И, раскачиваясь из стороны в сторону, Мычал, как будто у него болел зуб. Ничего, Успокаивал его кто-то. Это пройдет. Ты только пойми, Что есть кто-то, Кого никогда не видно. Это пройдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.